Рейтинг самых ленивых регионов России возглавили наши соседи по региону Республика Алтай. Об этом сообщает московский комсомолец на Алтае со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики. Так вот, наименьшее количество труда часов за неделю зафиксировано именно в Республике Алтай в среднем без учета отгулов, больничных и отпусков. Рабочая неделя в регионе составила чуть менее 33 часов. На втором месте жители Карелии, на третьем – Коми. Самыми трудолюбивыми оказались севастопольцы. Они работают 39 часов в неделю. Между нами режут лед. Как готовят реки Алтай к паводку? Фоторепортаж на эту тему публикует информационный портал ТОЛК и дополняет информацией. К примеру, толщина льда на реке Чумыш составляет от 40 до 58 сантиметров. И это меньше, чем в прошлом году. Подробности читайте на ТОЛКе. На этой неделе комиссия УФАС должна принять решение о том, является ли оскорбительной скандальной этикеткой пиво «Пряник». Напомним, там изображена женщина с кляпом во рту в виде пряника. Инициатор скандала с барнаульским пивоваром надеется, что УФАС услышит сторону оскорбленных женщин. Об этом пишет «Комсомольская правда Барнаул». Модельера и мама троих мальчишек Юлия Шляхова рассказала корреспондентам Комсомолки, как относятся к итогам голосования. Кстати, большая часть голосовавших не нашла этикетку оскорбительной. Будет ли Юлия продолжать отвечать всем в комментариях под своим постом? Не жалеет ли, что написала жалобу в УФАС? Не только об этом. Читайте на страницах Комсомолки. А на Политсибру читайте интервью с министром культуры края Еленой Безруковой. Елена Евгеньевна рассказала о семье, поэзии и принципе служения. Этим интервью Политсибру открывает новую рубрику под названием «Личный формат». Беременная бейчанка просит разобраться с автобусом, который чуть ее не задавил. Обращение появилось на транспортном портале «Наукограда», сообщает бейский рабочий. В свои претензии женщина указала время и место конфликта. Это произошло в обеденное время на одной из самых оживленных улиц, на Васильево. Автобус, шедший по маршруту номер 24, остановился, чтобы пропустить двух женщин, но долго ждать не собирался. Подробности истории, чем она может закончиться, читайте на страницах бейского рабочего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова